Вот вы видите, друзья, следующий этап, так сказать, когда замазываются швы между плитами шитрака или этого, как он там, гипсокартон, да, по-русски называют, вот, они проклеивают, видите, проклеивается полосочка такая, замазывается, проклеивается, замазывается снаружи, и вот так мы на нее смотрим, так, со стороны, в общем, это довольно ровная стеночка. Есть разные степени выровненности стены, там, в зависимости от стоимости дома, там, можно по-разному делать, вот, ну, здесь не будет, как бы, высшей степени ровности, там тут не нужно, но вы видите, как бы, вот вы видите эти полукруглые уголки набили, Так, и вот у нас человек как раз сейчас таким шпателем замазывает. Ну, такой процесс неиспешный. Постоянно какие-то мелочи там возникают, видите, а здесь еще не было ничего, видите, они, швы, вот, в том виде, как они были, да, изначально, до замазки. Все время возникают какие-то маленькие такие вопросики, вот, например, вы видите, В этот электрический аутлет, вот он тут, видите, он выступает, выступает за стенку, и надо было, вот, видите, здесь от рукой вот прораб написал, видите, он говорит, плюс один, значит, лист, да, один лист шитрака, еще один лист добавить, чтобы оно было все заподлицо. Но они не дочитали, в общем, и прибили уголок, и теперь придется снова его отдирать, и, значит, добавлять еще один лист, а потом уже, значит, все остальное. Так, видите, инструкции для рабочих пишут тут на стеночке. Когда приходит прораб, он пишет. Ну, не значит, что они читают, хотя, я думаю, что те друзья из вас, кто имеет жизненный опыт, понимают, что написать это одно, прочесть это другое, а сделать по-написанному третье. Вот мы видим будущий душик, видите, тут лист фанеры. Снизу, на этом листе фанеры, вот по этим линиям, вот видите, по диагонали идет линия, и вот там по диагонали идет линия. Вот снизу, по этим линиям, там делан надрез, надпил, такой над фанеркой, поэтому она так проклонилась туда вниз, да, и сток идет в ту сторону. Вот, процесс пошел. Субтитры создавал DimaTorzok